Раз, два, три, свисток! Попасть шариком ворота соперника, закинуть валенок как можно дальше, настоящие масленичные гуляния объединили ребят из нескольких районов Вологодчины. Вот только участвовали они не в обычном, а в диаквесте. Ведь все эти ребята живут с сахарным диабетом. У детей у нас практически в 98% случаев, это первый тип диабета, который характеризуется абсолютной инсулиновой недостаточностью, когда поджелудочная железа не секретирует инсулин, и, соответственно, все дети нуждаются в инъекциях инсулина. Каждый год в Вологодской области заболевает сахарным диабетом порядка 80 детей. Врачи отметили, диабет начал проявляться у детей самого младшего возраста, и причин этой тенденции специалисты пока не могут найти. Но жизнь на этом не заканчивается, уверены те, кто уже столкнулся с болезнью. Многие очень стесняются говорить о том, что у тебя случилась такая особенность, ни на работе, ни в школе, ни в садике, не говорят об этом. У садика детей забирают зачастую. В школе он тайком меряет сахар и делает уколы где-нибудь в закутке. А подобные мероприятия организованные, они позволяют им понять, что они не одиноки, что у них есть такие же по духе близкие люди, что они ничем абсолютно не отличаются от своих сверстников. Диаквест благотворительного фонда «Во имя добра» объединил и новичков, и уже опытных диабетиков, чтобы они могли почувствовать, что не останутся со своей бедой один на один. А одной семье фонд помог существенно улучшить жизнь с сахарным диабетом. Ты получишь одну из важных, один из важных подарков в своей жизни, которые ты хотела, о котором ты мечтала, и которые твои сделают жизнь намного легче. То есть не будет уколов, это все будет делать инсулиновая помпа. Олеся Рыжова заболела в прошлом году, и для девочки это стало полной неожиданностью, а для мамы – настоящим ударом. Я начала очень сильно следить за собой, что я ем, сразу же подсчитывать хлебные единицы, это все надо посчитать, взвесить, и моя жизнь, она очень изменилась, сразу же ведется здоровый образ жизни. Когда мы столкнулись с этим сахарным диабетом, мы узнали, что есть такие препараты, как помпа, которые облегчают инсулинотерапию, поэтому мы очень захотели ее поставить, но так как Саш был маленький, то по квоте нам пока не предлагалась эта помпа. На помощь нам пришел фонд «Во имя добра». Пока дети бегали по станциям и зарабатывали жетоны, хорошее настроение, родители в это время работали с психологом. Специалисты помогли взрослым лучше понять потребности своих детей и немного отдохнуть от забот. Подобные встречи теперь будут проходить чаще, ведь фонд «Во имя добра» с проектом «Дольчевита» с диабетом выиграл президентский грант и больше полутора миллионов рублей специалисты направят на поддержку детей больных с сахарным диабетом. Наш благотворительный фонд очень давно занимается вопросами диабета, наверное, с начала своего существования. Как мы организовали в 2011 году, первую помощь, которую оказал благотворительный фонд, это была как раз инсулиновая помпа для новорожденного ребенка, который родился уже с сахарным диабетом. И сегодня на этом мероприятии фонд вручил 22-ю свою помпу. То есть за это время мы обеспечили 22 ребенка инсулиновыми помпами. На средства гранта работает школа диабета для детей, где им рассказывают, как научиться управлять заболеванием, правильно вводить инсулин и считать хлебные единицы. А для родителей проходят тренинги, ведь медики уверены, уровень сахара в крови ребенка зависит и от климата в семье. Стихоткова, Горпеснин. Новости.